Марин и его друзья Субтитры сделал DimaTorzok Ну а к вечеру мы домой вернёмся спать Чтобы завтра с друзьями продолжить играть Ура! Я первый! А я опять второй! Третья! А я четвёртый! Устал! Набежал! Как я устал! Лоджик, если будешь плавать так медленно, то не сдашь нормативы Я всё! Лоджик, как всегда, быстрее всех А я тоже закончил Даже Го-Го уже решил Что же делать? А, ладно Альто, ответ неверный Ты хорошо подумал Что? Ну, я... Альто, быть сильным хорошо Но к учёбе надо относиться серьёзнее Тебя могут оставить на второй год На второй год? Если меня, правда, оставить на второй год Мой папа разозлится Что же делать? Математика — это так сложно! И зачем я вообще должен сдавать эти нормативы? Мне эти занятия спортом в жизни совершенно не понадобятся Будет так стыдно, если я опять приплыву последним Ненавижу финишировать последним Альто? Лоджик, а ты чего тут? Да я просто... Слушай, хочешь, угощу леденцом? Лоджик, как мне подтянуть математику? Не знаю Я просто много занимаюсь, мне помогает Это потому что ты умный Альто, а мне как научиться быстрее плавать? Да просто надо очень стараться Но я ведь и так стараюсь Точно! Альто, давай вместе заниматься плаванием и математикой Мы с тобой могли бы друг другу помочь Я буду учить тебя математике А ты меня научишь быстро плавать Идёт? Давай, отличная мысль! С завтрашнего дня мы друг для друга учителя Идёт? Да! Договорились! Самое важное в плавании — это выносливость Итак, будешь готов? Плыви! Раз, два, три! Да нет же, надо тянуть сильнее! Давай, давай, поднимайся! Ладно А это правда мне поможет? У меня голова не закружится Я же сказал, так надо! Давай, давай, плыви! Давай! Итак, сейчас мы с тобой попробуем решить некоторые примеры Давай, я готов! Вперёд! Когда дело касается математики, самое важное — это формулы Давай для начала попробуем разобрать схему решения линейных уравнений вот такого вида Но, Лоджик, мы же этого, кажется, ещё не проходили Ну и подумаешь, это же так интересно! Спасибо, был отличный день Ты молодец! Да, ты тоже старался Ну, до завтра Как же я устал Плавать — это так тяжело А завтра опять шины тянуть? Нет, я должен стараться Иначе опять приплыву последним У меня всё получится Математика такая сложная Я не смогу Нет, если меня оставит на второй год Папа разозлится Я должен заниматься Альто вперёд! Молодец! Молодец! Давай, давай! Давай, давай! Эй, Лоджик, привет! Привет, Марин! Лоджик, что у тебя с лицом? Да так, ничего Что это с ним? А, Альто! Привет, Марин! Что же с ними случилось? Смотрите, друзья! Лоджик, тяни сильнее, иначе не выйдет Ладно, постараюсь Лоджик, что ты делаешь? Я же сказал, тяни! Да чего ты ещё от меня хочешь? Я стараюсь! И нечего на меня кричать! Ты меня напугал! В примерах подобного вида Сначала надо умножить и поделить А потом сложить и... Альто! Что, что? Это не я съел! О, прости Так, объясняй ещё раз Сначала умножаем на два Потом делим на пять Альто! Проснись! В чём дело? То есть, как это, в чём дело? Ты сюда спать пришёл или учиться? Эх, математика, это очень скучно и очень сложно Это не значит, что не нужно стараться У тебя ничего не выходит Когда мы плавали, ты тоже не очень-то старался Что? Да если бы ты был хорошим учителем, мне бы не было так скучно Я про тебя то же самое могу сказать! Всё, с меня хватит! Вот отлично! С меня тоже хватит! Всё, покончено с этой математикой Что это? Какой-то чек Двадцать одна упаковка водорослей, пятьдесят две конфеты, тридцать пять печеней, итого сто восемь Куда же он делся? Неужели я его потерял? Вот, сэр! Вот ваш чек! О, Альто, привет! Спасибо! И сколько тут всего получается? По-моему, сто восемь! А? Правда? Да, всё верно! Всего сто восемь, Альто какой-то, оказывается, умный Так быстро складываешь цифры Спасибо! Спасибо тебе! Быстро складываю цифры? Хе-хе-хе Видимо, чему-то лоджик меня всё-таки научил Может, стоит побольше заниматься? Ни у кого с первого раза ничего не выходит Эй, ты! Отдай мою сумочку! А ну, стой! Стой, я сказал! Есть! Лоджик, большое тебе спасибо! А то я осталась бы без сумочки Ты так быстро плаваешь! Молодец! Ещё раз спасибо! Ух ты! А я и правда стал быстрее! Уроки Альто мне помогли! Интересно, если я буду больше заниматься, я стану ещё быстрее? Лоджик, я хотел извиниться Что? Я хотел тебя попросить, поучи меня ещё Я обещаю, буду стараться Альто, и ты меня прости Я... я тоже снова хочу заниматься плаванием Будешь моим тренером? Ну, конечно! Отлично! Значит, попробуем ещё раз Сегодня настоящий зачёт, так что все, пожалуйста, постарайтесь На старт Внимание! Нет, я не сдамся! Лоджик! Давай, Лоджик! Лоджик! Ты приплыл третьим! Поздравляю! Лоджик, как тебе удалось меня обойти? Как же я устал Лоджик, ты молодец! Вижу, ты тренировался Лоджик, это было так здорово! Правда? Это потому что я старался Итак, этот пример немного трудный Но, может, кто-то хочет попробовать? А можно я? Альто, ты уверен? Ну, если хочешь Давай, Альто, ты сможешь У тебя получится Вперёд! Альто, очень хорошо! Всё верно! Вижу, ты занимался Правда? Альто решил пример? Ого, Альто, молодец! Альто, ты, наверное, столько занимался Ну, разве самую малость? Альто, Лоджик, вы меня сегодня так удивили! Меня тоже! Надо же, Лоджик прибежал третьим, а Альто решил трудный пример! Да уж! И что это с вами такое произошло? Да ничего такого, у меня с математикой всегда было хорошо, правда? А я прирождённый спортсмен! Эй, да ладно? Расскажите, как это у вас случилось? Да, рассказывайте! Ну, у меня просто был превосходный учитель математики! А я себя нашёл отличного тренера по плаванию! Учитель математики? Тренер по плаванию? Вы о чём? Иногда надо друг другу помогать, так ведь? Так точно! Викторина Раз-раз, проверка звука, раз-раз Доброе утро, мистер Ганн! Всем привет! А для чего вам этот микрофон? И зачем построили сцену? Наверняка это сделали для того, чтобы мне было где исполнить свою чудесную новую песенку! Для самых умных викторина о морских животных пройдёт через два дня на площадке! Наши вопросы поставят вас в тупик! Приз победителю робота-акула Шарко! Но к такой викторине придётся хорошенько подготовиться! Да! Только представьте, победителю достанется последняя модель Шарко! Я так хочу робота! Наверняка с новым роботом Шарко так интересно играть! Я хочу выиграть этот приз! Я тоже! И я! Ага, мечтайте! Самый умный здесь я! И выиграю, значит, тоже я! Что? А то, что мой гениальный мозг способен решить любую задачку! И если честно, у вас нет никаких шансов! Мы тоже можем победить! Вот именно! Да! Ты тут не один такой умный! Посмотрим, что ты скажешь, когда мы победим! Поспорим на мой ноутбук, что вы не выиграете! Давай! Скоро твой ноутбук будет наш! Надеюсь, вы подготовитесь! Правда, вы меня и тогда не сможете обойти! А у Лоджика возможно выиграть? Ну, конечно! Теперь мы просто обязаны победить! Просто нужно хорошо подготовиться! Что же мы тут стоим? Поплыли читать книжки! Итак, вы с нетерпением этого ждали! И вот наша увлекательная викторина наконец начинается! Если вы сейчас признаете, что я самый умный, я вам дам поиграть с моим роботом Шарко! Еще неизвестно, кто его сегодня выиграет! Мы, между прочим, тоже готовились! Ладно, сейчас увидим! Даже если проиграем, зато заставим Лоджика понервничать! Да! Покажем ему! Вопрос первый! У кальмара и осьминога одинаковое количество ног! Если нет, вставайте на крестик! Если да, на нолик! Ты не помнишь, сколько ног у кальмара? А сколько ног у твоего корки? Он же осьминог, да? Ну, надо же! Для такого гения, как я, это такая легкотня! Марин, постарайся вспомнить! Так, сколько же ног у корки? А, точно! У корки восемь ног! Отлично! Теперь осталось вспомнить, сколько ног у кальмара! У него вроде бы много ног! Кажется, больше, чем у осьминога! Нет, по-моему, у него тоже восемь! А, по-моему, у него десять ног! Да, десять! Точно! Думайте, десять! Поскольку большинство из нас считает, что у кальмара десять ног, давайте все встанем на крестик! Но я не уверен, что у них у обоих по восемь ног! Внимание! Пора всем принимать решение! Пять! Четыре! Три! Два! Нет, у кальмара восемь ног! Я всем докажу, что я умнее, чем лоджик! Ай, Тон! Один! Теперь все должны оставаться на своих местах! Зачем ты пошел на нолик? Вот, увидите, я на этот вопрос ответил правильно! Правильно! Крестик! Восьминога-восемь ног, а у кальмара, конечно же, десять! Что, Аль, ты вылетел на первом вопросе? Не может быть! А теперь пускай выбывший участник покинет площадку, и я зачитаю следующий вопрос! Простите меня, я в вас верю, у вас получится! Ай, Тон! Итак, следующий вопрос про иглобрюхов! Известно, что тело иглобрюха содержит смертоносный яд, но есть ли не ядовитый вид иглобрюхов? Если да, встаньте на нолик, нет, на крестик! По-моему, нет! О! А лоджик пошел на нолик! Если внимательно слушать вопрос, то там сказано, что тело любого иглобрюха содержит яд! Пять, четыре! Но лоджик пошел на нолик! Уверен, он сделал выбор правильно! Не хочется это признавать, но все-таки лоджик и правда знает больше нас! Три, два, один! Правильный ответ! Нолик! Некоторые виды иглобрюхов защищаются не ядом, а иголками! Теперь следующий вопрос! У ската нос, глаза и рот находятся в одном месте! Да, нолик, нет, крестик! Ну, это просто! Разумеется, нос, рот и глаза находятся на лице! Мне так не кажется! Да! Помните, как мы катались на скате? Он улыбался! У него были и глаза, и нос, и рот! Но у него при этом такая голова! Да! У ската глаза расположены прямо на макушке! Ты прав, Марин! Поплыли на крестик! Два, один! Правильно, крестик! А теперь следующий вопрос! Тело медузы состоит большей частью из воды! Нолик, да? Крестик, нет! Это же просто! Медуза прозрачная, значит, она из воды! Но может ли тело живого существа состоять из воды? Пять, четыре, три! Но лоджик пошел на нолик! Наверное, так правильно! Наверное! Два, один! Правильно, нолик! Простой был вопрос, правда? Двигаемся дальше! Киты откладывают яйца! Да, нолик, нет, крестик! Да, но это такой простой вопрос! Конечно, поплыли все на крестик! Смотрите, лоджик на нолике! Но может быть, нам тогда тоже поплыть на нолик! Но я точно знаю, что киты не откладывают яйца! На сей раз правильный ответ крестик! Так, можем же мы хоть в чем-то быть умнее лоджика! Пять, четыре... На нолик, на нолик! Два! Один! Правильно, крестик! Решил так попробовать, а дело не движется! Гого попался на такой ерунде! Дешевая уловка! Марин, Виви, я должен был вас послушать! Простите! Гого, все в порядке! Это лоджик виноват! Устроил тебе ловушку! Мы ему за тебя отомстим! Марин и друзья! Следующий вопрос будет посложнее! Рак-отшельник может жить без своего домика! Да, нолик, нет, крестик! Раки-отшельники ведь живут в чужих брошенных раковинах! Да, потому что сами они рождаются без раковин! Значит, они наверняка могут жить без домика! Но ведь они называются отшельниками! Разве отшельники не должны куда-то прятаться? Лоджик выбрал крестик! Он опять потом может переплыть на нолик! Что же нам делать? Быстрее, быстрее принимайте решение! Пять! Нас ведь с тобой двое! Четыре! Ты плыви на нолик, а я поплыву на крестик! Три! Так, хотя бы один из нас наверняка ответит правильно! Два! Один! Правильный ответ! Крестик! Удачи тебе! И нас осталось двое! Впрочем, я все равно выиграю! Но кто выиграет, это мы еще посмотрим! Марин, давай! И у нас осталось всего два участника! Надеюсь, этот вопрос определит победителя! Вопрос касается морских коньков! Слышали? Про морских коньков! Ой, мы же с вами про них совсем не читали! Как же Марин найдет ответ? Нет! Судя по твоему лицу, Марин, на этот вопрос тебе не ответить! Кто у морских коньков заботится об икринках? Нолик папа, крестик мама! Что? Как-то просто! Ну, конечно, мама! Это точно! Надо же, какой легкий попался вопрос! Отсчет начинается! Значит, в этом раунде победители не определят! Пять! Но почему эта Марин не плывет на крестик? Четыре! Марин, плыви! Три! Конечно, о потомстве обычно заботится мама, но все же! Кажется, этот морской конек слишком много съел, поэтому у него большой живот! Нет, у него не поэтому такой большой живот! Это потому, что он папа! У морских коньков папа мечет икру? Нет, но у них в животе специальная сумка, в которой они складывают икринки и заботятся о них, пока малыши не вылупятся! В таком случае, я дам тебе побольше еды! Ага! У коньков особенные папы! Два! Один! Марин, зачем ты взял на нолик? Марин, нет! Что ж, похоже, шарку достанется мне! И правильный ответ – нолик! У самцов морского конька есть в животе специальная сумка, в которой они носят свои икринки! Морские коньки папы самоотверженно заботятся о их линках до тех пор, пока не вылупятся их малыши! И победитель нашей сегодняшней викторины – тот, кто ответил правильно на все, без исключения вопросы! Это Марин! 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 Мы победили! Мы победили! Лоджика! Ура, ура! Ты был великолепен, Марин! Великолепен! Марин, ты сегодня лучший! Самый лучший на свете! А я такого в книжках не читал! Откуда ты знал об этом? Как-то раз мы с моим дедушкой играли с морскими коньками, тогда он мне все про них и рассказал! Ты это узнал во время игры? Марин, поздравляю! Спасибо большое, мистер Кан! Я проиграл, так что держи! Нет, оставь лучше себе! Кроме того, знаний с нас пока хватит! Поплыли лучше, поиграем в моего шарку! Да! Даже не представляете, как у меня от всей этой подготовки болит голова! Я даже и не знал, что читать тяжело! Смотришь на лоджика, кажется, очень просто! Это потому, что наш лоджик особенный! Это правда! Хорошо учиться может совсем не каждый! Для этого надо быть очень умным, как я! Что? Ты опять хвастаешься? Это же лоджик! Да! Хвастаться тебе идет! Аквавиль в опасности! Часть первая! Эй, вы! У вас ничего не выйдет! Вы в этом так уверены? Джефф нашел! Так вот у кого она! Нет! Мари, ты молодец! Я так рада, что ты выиграл конкурс по рисованию! Спасибо, Виви! Я тебе так завидую! Новая игра «Морской город» – отличный приз! Чему тут удивляться? Он же нарисовал портрет золотой морской звезды! Да! Вот бы когда-нибудь снова ее увидеть! Марин, поздравляю! Давай я тебя сфотографирую на память о твоей победе! Правда? Спасибо тебе! Я хочу сфотографироваться с Марином! И я! Тогда я тоже! Так, готовы улыбочку? Раз, два, три! Марина, я и не знал, что ты так хорошо рисуешь! Молодец! Да, сынок, молодец! Поздравляю! Кстати, пап, а когда дедушка приедет? Так не терпится показать ему газету! Думаю, скоро! Обычно он приезжает как раз в это время года! Правда? Ура! Значит, я ему покажу газету! Вы только не выбрасывайте! Хорошо, не будем! Кстати, Марин, сегодня мы с папой хотим сводить Рубина городской праздник! Городской праздник? Да, нас пригласили! Ты ведь тут один без нас справишься, правда? Да, не волнуйтесь! Поиграю с друзьями, а потом сделаю домашнее задание! Наш Марин совсем взрослый! Ух ты, здорово! Неужели тебе правда это подарили? Ага, самая последняя версия! Как интересно! Давайте играть! Виви, Гого еще не пришел! Виви, Лоджик прав! Надо подождать Гого! Но я так хочу поиграть! Ребята, привет! Папа ушел на городской праздник и дал мне столько поручений! Пришлось задержаться! Гого, да все в порядке! Мы же никуда не торопимся! Кстати, Марин, твой дедушка сейчас у вас дома? Нет, он еще не приехал! Приехал! Правда? Очень странно, потому что я уверен, что видел его воздушный шар! Дедушкин воздушный шар? Но где? Там, в городском парке! Правда? Значит, он приехал пораньше! Надо скорее плыть к нему! Марин, подожди! Это и правда воздушный шар моего дедушки! Дедушка! Марин, не так быстро! Дедушка! Дедушка! О-о-о! Это еще кто? Привет! Ты, наверное, Марин? Добрый день! Да, таким я тебя и представлял! Ты, наверное, отличник? Ну, вообще-то, не совсем! Марин! Марин, подожди! Марин, подожди! А это еще кто? Да я и сам не знаю! А вы кто? А, я старый друг твоего дедушки! Вы друг дедушки! Марин, ты его не знаешь? Нет, впервые вижу! Вот как! Ты обо мне, может, и не знаешь, зато я о тебе наслышан! Смотри! Твой дедушка мне много рассказывал о том, какой ты замечательный! Значит, это правда! Ведь у него есть наша с дедушкой фотография! Но этот факт, что у меня есть эта фотография, еще ничего не значит! Точно! Не стоит просто так доверять кому-то незнакомому! Марин, у тебя очень умные друзья! Да, я очень умный! А эта юная леди просто красавица! Ух ты! Он назвал меня юной леди! Кстати, у меня есть коралловые леденцы! Хотите? Коралловые леденцы? Конечно, хотим! Вот, держите! Го-го, правда они вкусные? Да, у моего папы в магазине таких нет вкуснятина! Рад, что вам понравилось! Спасибо! Но где же все же мой дедушка? Он там на шаре? Э-э-э, дедушка, а он не приехал! Нет, почему? Дело в том, что твой дедушка заболел! А-а-а! Дедушке плохо! Что случилось? У него очень редкое заболевание, и помочь ему может только модель золотой звезды! О-о-о! Нет, дедушка болен! Марин! Вы говорите, нужна модель золотой звезды? У меня есть, я ее принесу! Серьезно? Да, ждите здесь, я быстро! Марин, давай скорее! Марин и друзья! Курки, отойди! Я очень тороплюсь! Курки, ты чего? Я же сказал, я тороплюсь! Прекрати! Отдай! Отдай мне звезду! Извини! Так вот она, какая золотая звезда! Но, а что мы теперь будем делать? Твой дедушка сказал, что мы должны использовать эту модель, чтобы найти живую золотую звезду, а затем попросить ее вылечить дедушку, но... Что? Я совершенно не представляю, где и как найти живую звезду! Не волнуйтесь, я знаю, как это сделать! Ты это серьезно? Да, должно получиться! Золотая звезда, это я, Марин! Я хочу тебя попросить! Мой любимый дедушка очень болен, и ему необходима твоя помощь, так что, пожалуйста, помоги ему! Что он такое делает? Готово! Теперь мы встретим золотую звезду! Правда? Ты уверен? Да, только надо плыть в коралловый лес! Скорее! Марин, подожди! Сэр, поплыли с нами! Ладно. Где, интересно, они собираются ее искать? Смотрите! Ты ее нашел? Звезда здесь? Это же спиральные кораллы! Ой, он неисправим! Видимо, с помощью модели можно как-то определить, где находится золотая морская звезда! Марин, по-моему, золотой звезды здесь нет! Да, ее здесь нет! И я хочу есть! Марин, может, нам где-нибудь еще поискать? Нет! Золотая звезда должна быть где-то поблизости! Марин! Милая звездочка, пожалуйста, покажись! Мне нужна твоя помощь! Я хочу тебя попросить, чтобы ты спасла дедушку! Пожалуйста, приходи! Что это? Марин, твоя модель светится! Это значит, что золотая звезда вот-вот появится! Неужели правда появится? Вон она! Вон она! Ух ты! Появилась! Настоящая золотая звездочка! Привет, золотая звездочка! Я хотела тебя попросить! А ну, с дороги! Коралловые воры! Что же нам делать? Хе-хе-хе! 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 Вкуснотища! Хе-хе-хе! Хватит есть! Хватай звезду! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Больно! Ты в порядке? Чего стоишь? Хватай! Иди ко мне, золотая звездочка! Я тебе дам конфетку! Руки прочь! Звездочка, спасайся! Безда! Они злодеи! Опасные! Скорее, уплывайте! Спасайтесь! Отличная работа, шеф! Что? Шеф? Ну, маленькие друзья, как нам вас отблагодарить? А что происходит? Сам как думаешь, наш шеф вас обманул, а вы поверили, дурачки? Так значит, вы вовсе не друг дедушки! Вот еще, зачем нашему шефу дружить с каким-то упрямым стариком? Что же нам делать? Стойте! А где же тогда мой дедушка? Мальчик мой, меня об этом лучше не спрашивай, потому что я тебе не отвечу. Где мой дедушка? Что вы с ним сделали? Пока, голубцы! Увидимся! Что происходит? Я ничего не вижу! Это нововая шашка! Не могу поверить! Стойте! Погодите! Аквавиль в опасности, часть 2 Шеф, поздравляю! Наконец-то золотая звезда у нас! Рано праздновать! Это только начало! Ну да, конечно! Шеф, а можно мы и радужные кораллы украдем? Такие вкусные! Не лезь к шефу с ерундой! Шеф, куда мы теперь? Обратно на воздушный шар? Нет, воздушный шар нам больше не нужен! Шеф! Шеф! Какой же я глупый, что поверил этим злодеям! Мари, не расстраивайся так! Ты не виноват! Да, ему же удалось убедить всех нас, что он друг твоего дедушки! Точно! Дедушка, как думаете, где он может быть? Сначала нам надо найти воздушный шар! Воры наверняка поплыли туда! Да, наверняка они там! Поплыли! Ребята, постойте! Это очень опасно! Может, сначала предупредим взрослых? Верно! Ой! Ну, они же все сегодня поплыли на городской праздник! Тогда давайте оставим в полицейском участке записку, а сами поплывем к воздушному шару! Согласны? Да! Что это был за звук? Наверное, это воры! Что, если это... Марин, ты куда? Там опасно! Дедушка! Марин, это ты! Как же я рад, что ты в порядке! Вот негодяи! Дедушка, прости меня! Все потому, что я им поверил! Все хорошо! Ты поверил, потому что боялся за меня! Дедушка! Так, теперь надо поймать этих негодяев! Но они, наверное, уже далеко уплыли! Прошло столько времени! Не волнуйтесь, дедки! Для дедушки препятствий нет! Марин, дай-ка мне свою морскую звезду! Конечно! Ух ты! Там же долина туманов! Ну, дружочки, попались? Сейчас я вас достану! Дедушка, я с тобой! Все случилось по моей вине! Я хочу помочь! И мы тоже! И мы! И мы! Но, дети... Ладно, я вас возьму, но будьте осторожны! А нас не волнуйся! Мы же стражи кораллов! Да, ребята? Да! Какая красивая! Шеф, неужели золотая звезда может исполнить любое желание? Если так, я попрошу коралловых кексов и конфет и еще все мороженое на свете! Если уж чего-нибудь просить, то по-крупному. Несмертного богатства или бессмертия. Чего-то еще такого, да, шеф? Ага, это все прекрасно, но я хочу большего. Ну, конечно, вы хотите большего! Чего вы хотите? Я хочу стать правителем всего океана! Шеф, вы станете лучшим правителем на свете! Но, шеф, как же загадывать желание? Может, для этого есть устройство? Это вопрос. Должен быть какой-то способ это сделать. Может, нужно заклинание? Абракадабра, исполни мое желание! Да нет, надо хорошенько попросить. Исполни мое желание, пожалуйста! Что-то не работает. Я желаю! Хватит! Слушай меня, звезда, если ты не исполнишь мое желание, я скормлю тебя морскому черту по кусочкам. И тебя больше не будет. Ни с места! Вы обнаружены, что злодеи не ждали нас? Уж мы вас накажем за то, что вы взяли в плен золотую звезду! Какая удача! У меня как раз к вам вопрос. Рад вас видеть. Ну-ка, получите! Отходим! Боевая щекотка! Неужели не щекотно? Нет, совершенно не щекотно. Мы тренировались и не боимся щекотки. Не действуй! Дедушка, покажи ему! Вперед! Шеф, мы вас верим! Вперед! Дедушка! Марин, спасайся! Взять их! Своими друзья! Это тупик! Мы в ловушке! Что делать? Марин, друг мой, мне нужна твоя помощь. Не смешно! Папа! Мистер Кан! Шеф, что будем делать? Ну, раз все собрались, будем зажигать. Негодяи! Обижать детей за моей спиной? Пощады не будет! Я вам покажу! Готовы? Получите! Осторожно! Что такое? Неужели опять сломалось? Зажигаем! Что это за звуки? Морской черт! Морской черт! Взять детей! Нет! Он плывет сюда! Уходи! Марин, дети! Что же делать? Моя рыбка так проголодалась. Хорошо! Мы сложим оружие! Папа! Сразу присмирели. Марин, нам надо поговорить. Вы плохие! Плохие! Марин! Вон она! Поймал! Моя рыбка! Марин, молодец! Что? Молодец, сынок! Эй, рыбка, взять его! Папа! Марин, ты же не хочешь, чтобы рыбка скушала твоего папочку? Отдай мне звезду! Отдай! О, Марин, я в порядке! Папа! Да как? Да как вы можете? Марин, у моей рыбки уже урчит в животе. Это уже слишком! Кто-нибудь, помогите! Помогите! Кто-нибудь, спасите нас! Спасите! Спасите нас! Шеф, смотрите! Это дикий скат! И черепашка! Моя акула! Ура! Марин, скорее надо выпустить звезду! Сейчас! Нет! Нет! Китты! Ух ты! Ты моя! Здорово! Марин, золотая звезда! Спасибо, черепашка! И как? С тобой все хорошо? Спасибо тебе, Скатик! Марин, ты что? Ты же спас город! Да, но золотая звезда исчезла, и моя модель сломана. А это значит, что я больше никогда не увижу звезду. Марин, нет! Ты просто должен помнить о золотой звезде, и тогда увидишь ее снова. Золотая звезда живет в твоем сердце! Ты серьезно? Конечно! Марин, поплыли! Мама приготовила нам пиццу с водорослями! А, пицца с водорослями! Ура! Поплыли! Поплывите! Ну, погодите, вы у меня попляшете, я еще вернусь! И пока существуют стражи кораллов, я их в покое не оставлю. В следующий раз у меня будет такое оружие, которое вам и во сне не снилось! Первая любовь, Альто Эй, смотрите! О! Да это же новый Шархо! Ух ты, какой он красивый! Их вроде все уже распродали. Где ты купил ее? Эта модель Шархо плавает еще быстрее и умеет стрелять пузырями! Да, я видел в рекламе, дашь поиграть! Да, дай поиграть! Нет, нет! Аль, дай поиграть! Пожалуйста, Аль! Я сказал нет! Не дам! Мальчики, привет! Привет! О, Лилин! Марин, ты в порядке? Мой Шархо! Как я рад, что ты цел! Ух ты! Последняя модель Шархо! Альто, это твой? Дай поиграть! А, нет! Лин-Лин, ты в прошлый раз так быстро уехала! Хочешь поиграть? Шархо такой хороший! Вот, возьми! Альто, а мне почему нельзя? Нам ты даже не дал подержать! Нечестно! Мы тоже хотим играть! Ну, давай, бери! Большое тебе спасибо! Шархо, вперёд! На нас напали злодеи! Папа Латако! Шархо! Ой-ой-ой! Шархо, молодец! Ура! Ещё быстрее, Шархо, быстрее! Альто, прости! Прости, пожалуйста! Когда даёшь кому-нибудь игрушку, всегда есть шанс, что её сломают! Ладно, Лоджик прав! Когда даёшь кому-нибудь игрушку, всегда есть шанс, что её сломают! Лин-Лин, всё хорошо! Альто, спасибо! Эй, Лин-Лин к нам приехала не грустить, а веселиться! Точно! Раз она у нас в гостях, весь день будем только играть! Ладно, а во что? Во что можно играть всем вместе? В мяч? В салочки? Или, может быть, в прятки? Давайте в прятки! Я обожаю играть в прятки! Ладно, давайте играть в прятки между нашими домами! Поплыли! Кто последний, тот и водит! Десять! Прячемся! Лин-Лин, прячься со мной! Но я... Я очень хорошо прячусь! Поплыли! Ладно! Здесь он нас ни за что не найдёт! Я тебе доверяю! Нашёл! Альто, Лин-Лин! Как ты нас нашёл? Альто, ты всегда прячешься в самых очевидных местах! Ребята, у нас новый ввода! Лоджик, ты так хорошо играешь в прятки! Я играю в прятки лучше всех вместе взятых! Это точно! Что касается пряток, Лоджик среди нас лучший! Ты нас так быстро нашёл, удивительно! Лоджик, ты такой хороший! Ага! И кто будет водить? Лин-Лин, Альто? Я буду водить! Ищу я очень хорошо! Меня ты уж точно не найдёшь! Я гениально прячусь! Найду я тебя! Вот увидишь! Играем, пока я не найду всех до единого! Три, два, один! Плыву искать! Да, я их всех найду! Тогда Лин-Лин увидит, как я хорошо играю! Нашёл! Марин, Гого! Быстро ты, Альто! Ладно, давайте теперь я буду водить! Нет! В этот раз мы играем до тех пор, пока я не найду всех! Вот увидите! Я ей докажу, какой я умный! Вижу! Виви! Лин-Лин! Осталось найти Лоджика! Альто, давай теперь кто-нибудь другой будет водить! Рано! Я же сказал, что сначала найду всех до единого! Альто, да хватит уже! Да, из-за тебя мы не можем играть дальше! Мне так скучно! Я больше не хочу играть в прятки! Тебе скучно? Нельзя, чтобы ты скучал у нас в гостях! Давайте играть в другую игру! Лоджик, мы больше не играем в прятки! Можешь выплывать! Где он только прячется? Да и здесь я, здесь! Как тебе удалось спрятаться в стае рыб? А я-то всё гадал, где ты? Ух ты, тебе помогли спрятаться рыбы! Ты удивительный! Всё благодаря моему гениальному изобретению! Изобретению? Там внутри специальные пузырьки! Я могу выпустить их в любой момент! И они привлекут стаю жёлтых рыб! Здорово! И если я буду с тобой прятаться, меня никто не найдёт! Лоджик, я теперь всегда буду с тобой! Тебе же надоели прятки! Давай поиграем во что-нибудь другое! И во что будем играть? Хочу покормить морских коньков, как в тот раз! Хорошо! Значит, плывём в гости к морским конькам! Ха-ха-ха! 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 Мои друзья! Ха-ха-ха! Знаешь, Альто, по-моему, мне очень-очень нравится Лоджик! Что? Почему? Он так хорошо играет в прятки и столько всего знает! Он просто гений! А ещё он такой кругленький! Просто прелесть! Альто, а ты чего? Ну, знаешь, Лоджик, он постоянно перед всеми хвастается своими знаниями! Так что, если хочешь что-нибудь узнать, просто спроси у него, и он скажет! Он любит рассказывать! Альто, спасибо тебе! Морские коньки такие милые! Лоджик, а расскажи мне про морских коньков! Ну, хотя они и называются коньками, на самом деле, они очень хрупкие и уязвимые! Их надо охранять! Да уж, наш Лоджик знает всё на свете! О, у этого такой живот! Наверное, он слишком много съел! Это он не объелся! Просто он носит икру в животе! Икру? Выходит, он совсем не ест раз у него в животике икринки! Да, Лоджик? Что? Ну, когда он ест печенье, куда он перекладывает икру? Ты же наверняка знаешь! Да, Лоджик, ты когда-нибудь слышал, как морские коньки поют свою песенку? Хватит задавать столько вопросов! Никогда в жизни не слышал столько глупых вопросов! И тратить на это время я не собираюсь! Я больше... Я больше... Больше не хочу играть! Лин-Лин, по-другому! Лин-Лин! Лоджик! Как ты мог с ней так поступить? Она же издалека приехала с нами поиграть! Нельзя так реагировать, когда тебе задают вопросы! Лин-Лин! Да она это делает только потому, что ты нравишься! Я пошел! Да просто ее вопросы были немного странными! Но Лин-Лин младше нас, и она многого еще не знает, поэтому обо всем спрашивает! Да, она нам как младшая сестренка! А с младшими нужно быть очень терпеливыми! Да, теперь я понимаю, что был с ней слишком резок! Сейчас поплыву и извинюсь! Вот, привела! Ты меня звал? Прости, ты меня все это спрашивала, потому что хотела знать, а я рассердился! Вот это тебе! Энциклопедия, которая поможет учиться легенды океана, они тебе понравятся! Лоджик, спасибо! Как хорошо! Лин-Лин, хорошо, что ты больше не грустишь! Видимо, Лин-Лин теперь будет общаться с Лоджиком Ну-о-о! Ну... Лин-Лин, хорошо! Лин-Лин! У-ами! he bunge! Спасение кита А давайте, кто быстрее спустится вперед хвостом! Вперед хвостом? Это, наверное, весело! Ребята, смотрите! Осторожно! Он упал прямо в парк! Поплыли, посмотрим! Вот хулиганы! Ну что вы устроили на этот раз? Он совсем не двигается! Что с ним? Что же делать? Что делать? Наверное, он болен! Я такого раньше никогда не видел! Нельзя его бросать! Надо отвезти его в больницу! Как же мы его такого огромного потащим в больницу? Но что же нам делать? А ну-ка, всплывите! Скажите, почему он упал? Не знаю! Непонятно, что с ним, но его тело очень слабое! Думаю, надо позвать доктора и других взрослых! Я их сейчас приведу! А ну как, что-нибудь нашли? Непонятно! У него сердце почему-то бьется то сильнее, а то слабее! А почему его сердце может так себя вести? Наверное, это потому, что его организм очень ослаблен! А-а-а! Вот оно что! Не волнуйся так! Как только приедет специалист по китам, он нам все объяснит! Тетя Кит! Что с вами? Пожалуйста, не плачьте! Тетя Кит, не плачьте! Так это был сон! Надо пойти проведать кита! Может, у тебя просто тяжелая жизнь, и ты решил отдохнуть? Знаешь, иногда мне тоже хочется просто лежать! Это я только выгляжу полным энергии, но на самом деле мне очень тяжело! Что? Ты меня совсем не понимаешь? Мистер Кан, доброе утро! Как дела? Да пока ничего не изменилось! А что эксперт по китам до сих пор не приезжал? Мэр сказал, что эксперт в отпуске, так что он сможет до нас доехать только через неделю! Что? Что же нам тогда делать? Наверняка что-нибудь придумаем! Но пока мне надо починить свой перископ! И смотри, от кита держись подальше! Тетя Кит, меня зовут Марин! Знаете, вы сегодня утром мне снились! Во сне вы смотрели на свет и плакали! В чем дело? Вам больно? Марин, куда это ты так торопишься? Вы должны осмотреть кита! Зачем? С китом случилось что-то еще? Ну, это китиха, и у нее китенок! У нее китенок? Что ты хочешь этим сказать? Ничего себе! У нее в животе и правда китенок! Я слышу, как бьются два сердца! Марин, ты хорошо понимаешь животных! Спасибо, доктор! Так она что, упала из-за этого? Мне так не кажется! Причина в другом! Марин, почему бы тебе просто не спросить, где у нее болит? Отличная мысль! Марин, попробуй у нее спросить, что случилось! Ну что? Что она сказала? Видимо, ей стало плохо после того, как она плавала в очень грязной воде! В грязной воде? Почему вода стала грязной? Из-за загрязнения окружающей среды! Загрязнение? Так она заболела, потому что выпила загрязненной воды! Бедненькая! Ей, наверное, так больно! Если она заболела из-за грязной воды, то есть только одно средство! Правда? И какое же? Нужно сделать отвар красного цветка, а потом добавить к нему лекарственные травы! Но... Я знаю место, где растут эти морские цветы! Я скоро вернусь! Подожди нас! Постой! Дети, подождите! Постойте! Марин и друзья! Ребята, это здесь! О чем это ты? Там ничего нет! О! О! Очень странно! Должно быть здесь! Здесь раньше была целая полянка! Дети! Марин! Доктор, ничего не понимаю! Раньше на этом месте росло столько красных цветов! Я пыталась вам сказать, в это время года красные цветы не растут! Не растут! Доктор, но если нельзя достать нужное растение, как же тогда помочь киту? Не расстраивайтесь так! Теперь, когда мы знаем, что с ней, мы попробуем найти другой способ! Тетя Кит, держитесь! Вам надо быть сильной, чтобы родить китенка! Марин! Ты еще здесь? А? Пап, возможно, мы не сможем ее спасти! Да, мне уже доктор рассказала! Но не расстраивайся так! Мы что-нибудь придумаем! Алло! О, папа, привет! Как дела? А ты сейчас где? А-а-а! Пап, а там же сейчас лето! Отлично! Ну вот, не хватает только сока красных цветов! Доктор, мы, кажется, знаем, где найти нужное растение! Но оно сейчас нигде не растет! Мой папа сейчас путешествует по другому полушарию, а там времена года наоборот! И дедушка сказал, что обязательно поищи там красные цветы! А потом привезет их сюда как можно быстрее! А, это же отличные новости! Просто отличные! До завтра дедушка все равно не приедет! Лучше поспи! Хорошо! Но, пап, я вот подумал, скажи, почему окружающая среда загрязняется? Например, из-за того, что мы многое делаем, не задумываясь! Что мы делаем, не задумываясь? Например, мусорим на улице или не убираем за собой после пикника, или... А что еще? Например, выбрасываем еду или вещи, которые могли бы послужить нам! А, понятно! Пап, с этого дня я не буду мусорить и буду аккуратно обращаться с вещами! Точно? Да! Это ужасно, что из-за грязной воды болеют животные! Ладно, будем беречь океан! Марин, я приехал! Ай, здорово! Ой, дедушка! Внучек, куда это ты так торопишься? Дедушка, удалось найти красные цветы? Ух ты! Ты их привез! Дедушка, ты лучший! А теперь держись! Берем курс на больницу! Доктор, она ведь теперь правда поправится! Конечно! Вы же все для этого так постарались! Слышали? Все будет хорошо! А теперь я должен ее отвезти куда-нибудь, где она родит малыша! А это обязательно! Она не может здесь родить! Да! Мы очень-очень хотим увидеть китенка! Город находится в большой открытой долине! Она не будет себя чувствовать в безопасности! Лоджит прав! Я должен отвезти ее в безопасное место, и там она родит китенка! Я понимаю, вы к ней привязались! Все хорошо! Если так надо, чтобы родить здорового малыша, то мы не против! Правда, ребята? Правда! До свидания! Возвращайтесь с малышом! Тетя Кит, до свидания! Интересно, малыш уже родился? Если подсчитать сроки, то скорее всего, да! Правда? Вот бы посмотреть! Ребята, китенок родился! Мой дедушка прислал фотографию! Правда? Покажи скорей! Мне тоже! И мне! Давайте посмотрим вместе! Ой, какой же он хорошенький! Правда? Да! Он прекрасный! Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Как ж, ловко посмотри! Мы надуваем пузыри! Это развлечение мы любим! Любим! Так проводим день за днём В океане голубом Весело с друзьями мы танцуем и поём Если сильный шторм, то нужно спрятаться и ждать Путь закончится, тогда продолжим мы играть! А когда вечерний бой Нас накроет с головой Мы скорее к маме с папой поспешим домой Как ж, ловко посмотри! Мы надуваем пузыри! Это развлечение мы любим! Любим! Вместе под водой живём В океане голубом Весело с друзьями мы танцуем и поём